Здравствуйте! Всем привет! Адита из Канады. Итак, девочки, пробежалась я по магазинам перед самым закрытием на локдаун. Это было до 26 числа, незадолго до католического Рождества. Кое-что примерила. Вот, нашла какие-то белые ботиночки на распродаже за 22 доллара. Ну, неплохие такие ботиночки, но ничего особенного. В общем, решила я их не брать. Это был бренд Esprit, по-моему. Сейчас я посмотрю точно. Да. И, в общем, как бы померила, померила, оставила и ушла. Хотела вам вот что еще показать. Засняла, в общем, обувь и заодно засняла то, что... Вы сейчас заметите и обратите внимание, какие пустые полки у нас стояли в магазинах перед Рождеством и перед локдауном. Было такое впечатление, что люди раскупили вообще все, что было не приколочено. Я, честно говоря, за много лет жизни в Канаде не помню таких пустых полок. А вот это полки с предрождественскими всякими украшениями для дома, для игрушки для елок. И вот посмотрите, как ничего нет. Я как-то смотрю видео других девочек-блогеров из других стран, где они показывают перед Рождеством, непосредственно на распродаже, сколько всякой рождественской, так сказать, мишуры. То вот у нас и даже на распродажу ничего не ушло, потому что ничего не осталось. Это полки с косметикой, как вы видите, тоже вот полупустые они стоят. Кронштейны с сумками, там, в общем, какие-то такие по одной, по две сумки каких-то несчастных висит. И, в общем, честно говоря, зрелище очень печальное. Я такого не помню. А это вообще как бы вот пустые столы и полки, и кронштейны, которые нечем было заставить. Их просто собрали в одно место, обвязали такой желтой лентой. Ну, в общем, довольно печально. Ну, правда, я вот обнаружила вот несколько сумок. Вот, например, вот эта сумка по цене 1300 долларов. Ну, я, поскольку небольшой знаток люкса, то я как бы ее не узнала. Но, посмотревши внутрь, обнаружила, что это сумка бренда Bottega Veneta. Я вот сняла, если вам сейчас будет видно. Да, к моему великому удивлению, она как-то стояла и сохранилась, и, в общем, не была распродана. Добрый день, дорогие дамы. Мы находимся в приведочном магазине Marshall. Это американская сеть, большая. У них есть несколько типов магазинов. Продают они мультибрендовые вещи, начиная от дизайнерских, кончая самыми такими простыми. И я решила зайти посмотреть, что у них есть. Вообще, я должна сказать, что сейчас в магазинах у них не надо. Ситуация ужасная. То есть, вообще, смотреть не на что, выбора никакого. Я, может, вставлю кусочки, что я сняла в магазине, чтобы вы понимали, насколько пусто у нас есть в магазинах. Дело в том, что мы накануне Рождества, поэтому люди все покупают подарки. И мы накануне локдауна, поэтому, по-моему, похоже по всему, что нет вообще завоза в магазин. В общем, ну, кое-что я нашла. И сейчас мы будем с вами это мерить. Я вам покажу, в чем я сегодня одета. У нас довольно тепло, поэтому мы все еще ходим в пальто без пуховиков. Я сегодня в таком серо-голубом... В серо-голубой гамме, так скажем. Сейчас в нем пальто покажу. Сумочки у меня, кстати, вот я нашла. У меня лежала, она давно дома, из меха. Какое-то время было очень модно. Вошло сильно в моду, а потом как-то вышло. Я даже и не вышла. В общем, так и осталось как-то в моде. Ну, не то, что пик, но тем не менее. Я подумала, сейчас зима. Самый раз, и она такого приятного серого цвета. Сер-черного. Просто такой мешочек. Очень приятная на ощупь. Зимой, самый раз. Трогать ручки, ручки греть. Как муфта такая, знаете. Так, мой аутфит of the day, как я уже сказала. Я такая серо-голубая сегодня. Серая юбка, серые сапоги, голубой свитер, пояс и много, много золота. Как всегда. Много-много золотых цепей. Тоже, кстати, и second hand. Значит, что я хотела померить. Нашла юбку. Джорджи Ормани. Made in Italy. Стоит она... Сейчас. Где-то была цена. Она уже такая немножко, видите, порыбанная тут. Кто-то ее уже тут сильно-сильно примерял. Но я надеюсь, что у нас получится. Долларов она стоила 120. Сейчас я... А, вот, 130. 129,99. Это их... У них есть такой, видите, Runway Collection. Ну, как бы, дизайнерские вещи. Интересная ткань. Интересно, она как-то сделана. Она как-то двойная. Внутри такая вот красная. Здесь такая... Вот. Ну и к ней там я кое-что принесла. Вот, например, свитер Calvin Klein. Еще один свитер Calvin Klein. Том Хиллфигер косточку. Вот это пальто Tahari. Это ткань известный бренд у нас. Все там свитер, свитер и... Такое вот пальто. Все. Давайте примерять. Юбка. Безусловно, интересная. У нее очень интересная ткань. Единственное, что я не поняла. Вот здесь вот, как бы... Она мне, кстати, очень даже в размер. Мидиум сазь. Вот эта вот штука сверху, она как-то должна быть... Значит, здесь она так застегивается и завязывается на пояс карманами. Так, судя по карманам, я немножко перевернула карман из боков, да. Вот эта вот штука, она как-то должна вот так вот откладываться или торчать кверху. Я не поняла. Я думаю, что должна торчать. Ну, anyway. Значит, Calvin Klein свитер, пуди. Немножко мятая. Ну, она такая, знаете, у нее такой фасон. Видите, она как бы такая обрезанная внизу. Красивый какой цвет, правда? Красивое сочетание. Розовый с белым и оранжевым. Кстати, к этой ебке подходят немножко. И, кстати, больше всего к этой ебке мне подходят мои сапоги. Подобралась случайно. Да, фути, по-моему, стоит 35 долларов. Это тоже размер медиум. Я сейчас сниму, посмотрю. Ну, я не могу сказать, что это очень красиво вместе. Это немножко вещи из разных опер. Ну, так сказать, по цвету немножко подходит. В принципе, сейчас модно сочетать. Не сочетаемо. Так что я думаю, что вполне нужно так носить. В общем, все тоже можно заправить как-то. Ну, в общем. Вот это вот меня смущает здесь. Сверху этот вот элемент. Что-то мне делать. Куда я бы вниз вверх. Не знаю. Так. Ходи стоит 35 долларов. И это размер... Размер... Small. Small. Ну, ладно. Ну, она, кстати, не маленькая. Полно не такая. Объемная. Так. Следующий свитер. Это тоже Кельвин Клянин. Черный такой. Знаете, это больше свитер, чем Ходи. С розовым таким написано Кельвин. А здесь написано Кляйн. Чтобы вы не перепутали. Стоит эта штука 40 долларов. Это размер Large. Размер Large. Кельвин Клайн Джинс. Ну, она такая спортивная, конечно, больше. Я решила ее заправить в юбку. И вот это вот меня опять же смущает. Я так и не поняла, что с этим делать. Вот так это надо положить вниз или поднять вверху. Ну, в общем. Вообще, вот этот свитер Ходи, он очень неплохой. Он такой спортивный. Но у него нет капюшона. Если вы не любите капюшон, если вам мешает. И он, в общем-то, черный. Но вот этот розовый элемент. Сейчас я опущу, чтобы он не был. Ну, он добавляет так немножко разнообразие в черный свитер. И в черный свитер становится немножко более жизнеразным. Сейчас я его вытащу. Может быть, так вот лучше. Вот так он длины. Так, сверху я хочу надеть Томи Хилл Фитер. 12 размер. Очень большой. Вот такой вот, как трикотажный жакет. Он сейчас на селе стоит. Он 50 долларов. 48. В 80, 79. Он такой, знаете, как куртка-косуха. Только сделан как курточка такая из трикотажа. Внизу подкладка. Есть такой кантик симпатичный. Ну, померь. Посмотрим, как он выглядит. Выглядит он совсем неплохо. И ни разу он не большой. 12 размер. Я, конечно, фигею от этих размеров. Или от себя самой. Но 12 размер. Он мне точно прям кора. И, кстати, подходит к этой улыбке. Потому что здесь есть такой розовый. Немножко такой розово-селеневый цвет. И он очень даже ничего. Застегивать я не буду его. Но застегивается. Как бы как обычная косуха. Только он сделан из такого трикотажа. Видите, трикотаж. Ну, он симпатичный. Розовенький такой. Девочка. Хочу еще с этой юбкой померить такой розовый свитер. Он сейчас 50 долларов. Он и стоил. Это он как бы не на сейли. Бренд Ребекка Минков. Вы все знаете его по сумкам. Ну, apparently, они делают одежду тоже. И вот такой свитер. Он, видите, стоил в магазине Ребекка Минков. Он стоил 148 долларов. А здесь он стоит 50. Большая разница, в общем, как бы, да? То есть, понять. Далее, как начали фабрик. Близ Ренуфа. Далее, где он? Что здесь еще написано? Хочу найти состав. Так, состава нет. Ну, на ощупь он очень приятный. Я думаю, что, конечно, синтетика. Господи, такими буквами маленькими. 50% акрилик, да? 39% нейлон. И что-то еще. В общем, я, честно говоря, не вижу. 50% чем-то акрилик, нейлон. 7% нейлон. 7% шерсти. Но на ощупь он такой. Симпатичный. На ощупь приятный. Это, кстати, размер экстра-экстра смол. Поэтому я мне с трудом тиснулась. Ну, тиснулась. То есть, вот я сегодня примеряю от 14-го, который приравнится к экстра-экстра ларш, наверное, до экстра-экстра смол. Ну, он, конечно, узенький, очень маленький вот этот вот. Но, что есть. Какой был размер, тот и примеряю. Кстати, неплохо с этой юбкой он смотрится. Опять же, тоже в тон. Подходит, по-моему. Ну, красивый цвет, симпатичный. Ну, 50 долларов. В принципе, не страшно. Не очень дорого, но маленький, конечно, размер. И сверху я хочу на него померить вот это пальто Тахари. Это, кстати, размер ларш. Оно такое пальто без подкладки. Стоит оно не балло. Сейчас мы найдем. Стоит оно 129 долларов. Стоит оно 139 долларов. Стоит оно 139 долларов. Это размер ларш. Да. А сколько же оно стоило в Тахари? Нет цены. Нет цены. Тахари – это довольно известный бренд у нас в Америке. Не дешевый. Ну, считается, типа, даже дизайнерский. Ну, так слегка. Нет цены. Тахаревской цены. Так, будет такие. Давайте померим. Кстати, пальто неплохое. Такое. Размер large. Но, по-моему, оно не хорошо по размеру. Легкое такое осеннее пальто без подкладки. Видите, с такими разрезами. Очень красивый цвет бордовый. Карманы. Тут что-то было на карманах. Я вижу, что здесь как будто бы кнопки. Может, это просто клепки? Не знаю. Ой. Хорошее пальто. Симпатичное, кстати. Хорошо сидит. Хорошо сшито. Красиво, красиво будет. И вот еще я хотела померить такой свитер. Знаете, он такого тоже ментолово-серого цвета. В принципе, подходит немножко как на юбке. Здесь такой серо-зеленоватый. Я бы сказала, да? Но мне кажется, что подходит. Он чем интересен, что у него сзади такой вот вырез. Красивый. Значит, это бренд. Moon & Madison. Не знаю. Стоит он 25 долларов. Недорогой. То есть, видимо, недорогой бренд. И еще я нашла вот такой вот плащ, пальто. Дикий совершенно леопард. Стоило 60 долларов. Сейчас 33 на сейле. Называется Moon River. Тоже никогда не слышали про этот бренд. Такой, знаете, как плащик. Из подкладки ткань такая похожа на джинсы. Ну, так вот он выглядит. Сейчас померим. Сначала свитер, потом висит с этим пальто. Мне вот почему-то кажется, что этот свитер больше всего подходит к этой юбке. И по цвету, и по длине, и по объемам. Лучше, чем розовый. Лучше, чем Кельвин Кляйн. И все. Вот такой вот обычный недорогой свитер. В принципе, вполне сюда вписывается. Единственное, что у него сзади вот этот вырез, он очень большой. Ну, как не очень большой, но большой. Сейчас покажу. Тащик заснять. У меня не очень получается. Ну, вы представляете, да? Видите, какой он глубокий. Довольно глубокий. Ой, свернулась, спеши. Ну, в общем, глубокий вырез, но это может даже и красиво как бы. Ну, так. Непросто. Между прочим, пальто прикольно. Единственное, что у меня там на свитере вот это, знаете, пластиковое, ну, антиугонное средство. Как это называется? Чтобы не украли. Ну, которое пищит на выходе. Не могу вспомнить название. А что за размер? Наверное, видео. И вот у него две вот тут вот такие штуки. На обоих рукавах почему-то они оторваны. Их надо пришить. Или они... Нет, они пришиваются. То есть вот в обоих оторвалось. То есть вот должно быть вот так вот. Вот так пришито. А вообще-то оно прикольное. Мне даже оно нравится. Честно вам скажу. Единственное, что... Здесь вообще как-то с пуговицами все очень плохо. Половица пуговица нету. Но оно на сейле висит. И оно уже все разодрано. Единственное, что оно мне кажется маленькое. Видите, вот не застегиваться на мне. Ну и пуговица половины нету. Но пуговица можно найти. Решили ей. Это не проблема. Но оно мне маловато. А так, в принципе, прикольный такой плащик. Симпатичный. Сейчас посмотрим, что это размер. Что-то у меня маленький такой. Или, видимо, он не смеет. Надеюсь, что не ларти. Размер... Размер М. Это у меня маловато. Жалко. Кстати, пуговица запасная имеется, но одна. А нужно, по крайней мере... Раз, два, три. Три пуговицы отурованы. Видите, как они плохо как-то пришили пуговицы. Почему-то они все поотрывались. Но одна из запасная, но одной явно мало. Видите, производитель не рассчитывал, что все пуговицы повдирают магазин. Все, девушки дорогие. Такие сегодня у нас были примерки. Надеюсь, что вам понравилось. Было интересно. Надеюсь, что вам было не скучно и весело. Если честно, то с... С убором магазинов у нас совсем-совсем беда. То есть... Не знаю. Придется, наверное, менять контент. Все. Всего вам доброго. Люблю, целую. Пока-пока-бы.